Путь Карлита, Прайна де Пальмы, жанровая классика из киноэпохи лихих 90-х, открывает на канале новую рубрику «Тайны сценария», посвященную особенностям предыстории разработки написанию сценария, оригинальным и не очень решением, сюжетным интересностям и возможному развитию сюжета и финала фильма, и тому, что осталось за кадром и не попало в основной сценарий фильма. Начинаем без раскачки и дополнительных рассюсюкиваний прямо сейчас, тем более, что у сценария фильма «Путь Карлита» прелюбопытнейшая и долгая история. В основе сюжета находятся романы Эдвина Торреса «Путь Карлита» и «Сверхурочные». Впервые с этими книгами исполнитель главной роли Аль Пачино ознакомился в 1979 году. Причем интересно, как и где? Он вместе со студийным агентом Кевином Адлером занимался в спортзале, готовясь к роли в картине «Серпика», и агент ему поведал о этих книгах прямо во время занятий. Аль Пачино заинтересовался и уже не в зале прочитал обе книги, и они ему очень понравились. Впервые Пачино обратился к студийным агентам «Парамаут» в 1979 году с предложением снять фильм. Тогда он не заинтересовал студию, и они разошлись, так и не договорившись. Дальше больше. В сентябре 1988 года на Аль Пачино в суд подает ныне покойный продюсер Эллиот Кастнер. Он утверждал, Аль Пачино нарушил обязательства, разорвав в одностороннем порядке договор на съемке, где роль адвоката Клейнфилда должен был сыграть Марлон Брандо, а роль Гейл – Мишель Пфайфер. Он требовал от Аль Пачино денег, мол, гражданин нехороший, заплати неустойку, ты кинул проект и меня. Через три месяца доблестный Эллиот перестал брызгать слюной и после неудачного слушания забрал из суда заявление. Дальше еще интересней. В 1990 году Путь Карлита лихо заинтересовал дуэт метров в лице Мартина Скорсезе и Роберта Де Ниро. Уже эти ребята знают, как снимать годноту в криминальном жанре. И когда запахло жареным, Аль Пачино стал действовать очень активно. Он не хотел отдавать роль лепшему корешу и по совместительству главному конкуренту Роберту. Пачино обращается к Мартину Брегману, с которым он сотрудничал много и плодотворно, в частности, сняв лицо со шрамом. Брегман согласился и успешно провел переговоры со студией Universal. В январе 1991 года был подписан контракт на съемки. Мартин предложил заниматься написанием сценария Дэвиду Кеппу. На тот момент мало кому известному автору и Альфреда поначалу относился к такому выбору весьма скептически, но в итоге согласился с Мартином, доверившись его огромному опыту и продюсерской хватке. Кепп оправдал надежды, причем очень многих. Уже в середине 1991 года он написал сценарий к фильму «Смерть ей к лицу», очень известная у нас в ту пору киношка, а также занимался написанием сценария к картине, которая не нуждается в дополнительном представлении и это «Парк юркского периода» Стивена Спилберга, абсолютный кинохит из 90-х. Аль Пачино поставил обязательное условие – Карлита Бриганте не будет персонажем, похожим на героя картины «Лицо со шрамом». Никакого Тони Монтаны, это должен быть совершенно другой по характеру и содержанию герой. Почему так? Да потому что Аль Пачино не тот актер, который будет хвататься за один, пусть и очень узнаваемый образ и выезжать на нем всю карьеру. И это условие было выполнено, хотя рекламная кампания фильма была так или иначе плотно связана с «Лицо со шрамом». Тони Монтану вспоминали очень часто и впоследствии сравнений было не избежать. Режиссером утвердили Брайана де Пальму, до того самого, кто и снял «Лицо со шрамом». Далее переходим к детальному разбору сценария фильма. Само собой, разумеется, будет масса спойлеров. В общем, я вас предупредил. Что не понравилось многим и озадачило уже с первых кадров фильма, ну, конечно же, показанная в кадре гибель бриганты. Что это было, Ватсон? Видение или какая-то сюжетная аллегория, а может страшный сон, который приснился Карлита? Нет же, все было наяву и вполне очевидно. И многие по сей день задают вопрос «Зачем?» и недоумевают от такого начала. А теперь я вам поведаю о том, что было в первом черновом варианте сценария Дэвида Кеппа. А начиналось все в тюрьме, где и мотал срок Карлита, где недолго показывали тюремные будни и бриганты за кадром размышлял о жизни в тюряге и своей дальнейшей судьбе. А затем сразу же была сцена в суде. Но итог вы знаете, Дэпальма решил по-своему и все переиграл. Как рассказывал Дэпальма, в суде Аль Пачино импровизировал. И многие фразы, как он их называл «особо вкусные» реплики, режиссер решил отправить в основной монтаж картины. «Я был мерзким гаденышем еще в то время, когда мама была жива. Я был болен социальными болезнями, которых в трущебах много. Я исцелился, родился заново, как Ватергейтес». Дэпальма даже снял дополнительную сцену у здания суда. «Наконец-то свободен. Слава тебе, господи. Я, наконец-то, свободен. Мне еще тут работать. Прибереги силы». Далее в сценарии была сцена приезда Карлита домой. Временное съемное жилье, которое организовал Дэйв Кляйнфилд, герой Шона Пэна. Там у них состоялся разговор по душам. Бриганта должен был отдохнуть, выспаться, смыть себе запах тюряги. Но и от этого отказались, перекинув события сразу в клуб. Памятная цитата об услуге приписывалась Аль Пачино и его годным импровизациям. Но на самом деле эта фраза была в сценарии, об этом рассказывал Дэ Пальма. «Услуги убьют тебя быстрее пули». Вечер в компании с девчонками Альфредо отправлялся домой вместе с сочной брюнеткой из клуба. Но в итоге эпизод заменили на забавные пьяные воркования с Кляйнфилдом. «Будь ты девицей, я бы женился на тебя. Мой мальчик». «Не сомневаюсь». Изначально у прокурора Норвалка было явно больше экранного времени. Так он подключал местных копов и те начинали активно пасти Карлита. У самого Норвалка с Карлита состоялся жесткий и непродолжительный разговор. Но Дэ Пальма решил, что эти сцены будут лишними. И без того по ходу сюжета будет очевидно, что Норвалк пасет Карлита. Яркая сцена встречи на улице. Как того и хотел Аль Пачино, когда он оповещал о том, что завязал с прошлым. Кеп детально прописал в сценарии то, что у Карлита не было никаких претензий Карланда. Он полностью съехал с темы. Фразы про священника не было в сценарии «Это чистой воды импровизация Альфреда». Сцена с Гуахиро и его гибелью не менялась в сценарии. Единственное, что оставило за собой вопросы о том, что матерый волк бригант и чуял неладное, но все-таки согласился и пошел навстречу Гуахиро. А ведь мог отговорить того и сохранить ему жизнь. В черновом варианте сценария в перестрелке Карлита был серьезно ранен. Но Пачино и Де Пальма решили подкорректировать эту версию и в итоге пуля едва зацепила Карлита. В сценарии была сцена разговора Карлита с мамой Гуахиро, когда та рыдала, узнав о гибели сына. Видимо, Кеп счел ту сцену не столь важный и исключил из основного сценария. Фамилию Клейнфилда авторы находили труднопроизносимой, мол, легко сбиться и не запомнить ее. И специально включили сцены с Пачангой, который путал его фамилию, но хорошо знал, что у него полно бабла. Бенни Бланка был амбициозным и ушлым бандюганом. Но для Карлита он был шпаной, не более того. Такую публику он никогда не уважал и к себе и близко не подпускал. Де Пальма давал следующую характеристику героя Джона Легуизама. Этот парень со стержнем, если за что ухватится, не упустит. И да, он злопамятный и с характером. Я думаю, амбиции и характер Бланка увидели все. Но будем откровенны, его появление со стволом в финале мало кто ждал. Пенелопа Энн Миллер, сыгравшая Гейл, еще один важный персонаж киносаги. С самого начала Кепп дает нам понять, что Карлита по-прежнему, даже спустя столько лет, неравнодушен к ней. Вполне очевидно, у Бриганта были другие романы и женщины, но именно о ней он вспоминает с особым трепетом. Гейл называет его Чарли. Здесь нет каких-то параллелей и совпадений. Вот так определил Дэвид Кепп вместо какого-нибудь котика или зайчика, ну или как может ласково называть любимого мужика девушка. Долгое время ломали голову над тем, чем будет заниматься Гейл. Перебрали множество вариантов, где были продавщица в цветочном магазине, парикмахер и даже актриса провинциального театра. Но в итоге определили ее в танцовщицы. Так появилась одна из самых известных сцен в кино. Скарлита на крыше здания под дождем с крышкой от мусорки. Под бессмертную классику из оперы. Шикарная сцена, что и говорить. Тони так или иначе присутствовал в фильме. Только не Монтана, а Таглялуччи. Так звали босса мафии персонажа актера Фрэнка Минуччи. Так для Луччи Минуччи, ну все прямо в рифму. Так вот, Дэвид Кепп и Де Пальма без окольных путей дали нам понять, что Тони раскусил хитрожопого Клейнфилда. Доложу вам, это была основная и единственная версия в сценарии. Я никогда не любил тебя, Клейнфилд. И не потому, что ты еврей. У меня много знакомых евреев, потому что ты лживый кусок дерьма. Нам не случайно показали Тони болен, кашляет и имеет все варианты откинуться в тюрьме. Но это не поможет Клейнфилду, ибо о его крысятничестве уже знают на воле. Стукач Лолин в исполнении Вега Мортенсена его неспроста усадили в инвалидное кресло. Мол, такой не будет вызывать особых подозрений. Но только не у Карлита, у которого нюх на подставы. Изначально встречу Лолина и Бриганты планировали провести не в клубе, а дома у Бриганты. Важной составляющей сценария было то, что Карлита не убрал Лолина, даже руками по Чанге. В сценарии не было другой версии, и Лолин оставался в живых. Так же, как и Бенни Бланка в еще одном ключевом эпизоде фильма. Карлита должен был убрать его. А так, упал в глазах шестера капричников и нажил себе мстительного врага. Почему так решил Депальмо? Карлита знал, что его пасут. Так зачем же давать шанс прокурору и его ищейкам и повесить на себя труп? О криминальном кодексе и своем рейтинге в кругу соратников он уже тогда не задумывался. Бриганты никому не верил и был очень близок к цели. Считаю, что в том конкретном случае Карлита принял верное решение. Кто же знал, что этот Бенни Бланка окажется такой мстительной сволочью? Дэвид Кепп хотел поссорить Карлита и адвоката так, что они не общались друг с другом. Но в итоге Карлита все же помог ему и отправлялся за Таглялуччи. Во всех версиях сценария Бриганте соглашался, хотя и прекрасно понимал, в какой откровенный блудняк втаскивает его кореш-адвокат, тогда уже крепко сидевший на наркоте. Во всех вариантах развития сюжета Кляйнфилд убивал босса мафии. Кепп и Депальмо лишь выбирали способ убийства. Пистолет и удушение отбросили. И в итоге они выбрали абсолютную жесть. Вот вам еще один интересный сценарный ход. В книге Кляйнфилд не погибал и Кепп хотел также сохранить ему жизнь. Но Депальмо настоял на том, чтобы убрать его. Он считал, здесь работает кодекс справедливости и возмездия. После такого решения они стали думать, как Карлита уберет адвоката. Депальмо рассказывал, версий было очень много. Приняли решение, стрелять в него сам Карлита не станет. И как тогда убить? Сдать его итальянцам? Так они и сами без проблем найдут его. К тому же не в принципах Карлита сдавать кого-то. Потом приняли решение, Бриганты вообще не появятся в больнице. Все эти версии откровенно не нравились самому Аль Пачино. Пока наконец они коллективно не пришли к итоговому и действительно, как мне кажется, блестящему решению, которое во многом было лучше ранних версий гибели адвоката. Месть мафии была быстрой и во всех вариантах они сталкивались с Карлита. Только после выхода из клуба была сцена погони на автомобилях. Студия уже выбирала локации для съемок и каскадеров. Но в итоге все отменили. На этот раз причина не изменения в сценарии, а нехватка времени плюс ограниченный бюджет. Потому и придумали сцену в метро, которая получилась как минимум оригинальной погони на тачках, ибо преследований на машинах в кино мы видели очень много. А вот такая сцена с интригой и сюжетным напряжением в вагоне получилась запредельно адреналиновой. Добавить в вагон копов предложил Мартин Брегман. Во всех версиях сценария Карлита разбирался с мафией. Но вот мы и подошли к кульминации, к финалу. Как обычно, у сценаристов существует несколько вариантов развития сюжета. И в частности, финала. Путь Карлита не стал исключением. Дэвид Кепп предлагал сохранить жизнь Бриганте. Карлита прошел через многое. Через тюрьму, предательство и сумел уйти от мафии. А значит, Бриганте должен жить. Но Мартин Брегман и Депальма категорически отвергли идею хэппи-энда. Карлита будет убит и сделает это именно Бенни Бланка. Депальма четко следовал за этой сюжетной ниточкой, начиная с появления Бланка, того, что Карлита его не убил и отпустил, и считал, что удача Бриганте не безгранична. И вот она закончилась. Дэвид Кепп предлагал убрать Гейл. Во время преследования ее подстрелили итальянцы, и она погибала. Но при этом разбитый горем Карлита все равно уходил от преследователей и оставался живым. Но и здесь Депальма был непреклонен. У этой истории не будет счастливого финала. Во всех версиях сценария Патчанга сдавал Бенни Бланка Карлита. В первоначальном варианте Патчанга оставался в живых и уходил с вокзала. Но Депальма и здесь решил внести правки, и продажный свинья Патчанга был устранен. Такой даже Бенни Бланка не нужен. Черт. Знаешь, иногда такое случается, папочка. Идем. Нет, ты останешься здесь. Депальма рассматривал вариант с убийством Карлита в вагоне, когда казалось, они уже ушли от преследователей. Но затем решил, все закончится на перроне. Каждый из вас наверняка сам решит, насколько уместен такой финал и стоило ли сохранить Карлита жизнь. Как минимум, версия сценариста Кеппа явно намекала на возможное продолжение Сальпачино в главной роли. При всех раскладах и мнениях Путь Карлита давно уж как классика криминального жанра. На этом история закулисных сценарных тайн фильма подошла к концу. Благодарю за внимание и до встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok